Всем привет! С вами Александр Птичкин, автор сайта Multroto.ru Мы с вами иногда встречаемся, когда на сайте происходят важные события, в проекте происходят важные события. И сегодня один из таких дней. Это 2000 человек на сайте. И сегодня будет третья презентация сайта. Расскажу об улучшении, которые уже сделаны, которые нас ждут. И представлю нашу команду, то есть ребят, которые работают над моим проектом вместе со мной. Итак, поехали! 2000 человек на сайте. Если обратиться к админке регистрации, то мы видим, что на сайте сейчас чуть больше 2000 человек уже. И если посмотреть на тенденцию развития, ее можно найти вот здесь, в этом разделе, то первый ролик я записал 3 мая 2015 года. То есть тогда, когда был этот сайт создан, вот то видео, в котором вы его видите сейчас. До этого был просто одностраничник. И 8 июля 2016 года я презентовал этот сайт, и на сайте было уже 1000 человек. То есть спустя год и 3 месяца. Сегодня 17 декабря. Но давайте округлим для простоты расчета, что 8 декабря произошло тоже важное событие. 2000 участников – это полгода. Если обратиться к графикам, то тенденция регистрации вот такая, как видите сейчас. То есть если взять среднее значение 10, то мы получаем, что через 3 месяца будет примерно 3000 человек на сайте, и вот такая вот геометрическая прогрессия идет. Это очень хорошо. Итак, какие улучшения сделаны и что нас ждут при новой смене движка на сайте? Она грядет и уже будет скоро. Как вы знаете, когда вы переходили на любой урок, любой урок по какой-то внешней ссылке, давайте, например, перейдем в ВК и перейдем в дальнейшем на какой-нибудь урок по ссылке. Так вот, представим, что мы нажали на эту ссылку и перешли на сайт. Как было до этого? Я уже не смогу показать просто, как было до этого, потому что этот момент уже исправлен. Вы переходили на главную страницу, вам приходилось мотать до нужного момента, то есть вот до этого момента, где расположен сам видеоурок. Этот момент исправлен, и теперь вам ничего прокручивать на сайте не надо. Когда вы переходите на сайт по какой-то любой внешней ссылке, либо на блоге, на видеоуроке, либо на сам форум, вы попадаете сразу по уровню размещения данного материала. То есть ничего крутить не надо, это очень удобно. Итак, следующее улучшение я вам покажу уже на другом сайте, на котором мы сейчас тестируем. Это загрузка фотографий, то есть как было до этого. А вот этот момент я вам спокойно могу показать, как было до этого. Давайте перейдем, ну вот, например, в ленту новостей и попробуем добавить сюда какое-нибудь изображение. Добавляем изображение, пишем текст, и вам казалось, что изображение добавлено. Нет, на самом деле изображение загружено уже в момент, как вы перешли сюда. Это происходит очень быстро, и если нажать «Отправить», то сообщение отправляется, и фотография также добавляется. Просто мой сайт не отображал добавление фотографий. Итак, в новой версии сайта есть некие улучшения в этом плане. Теперь при добавлении фотографии будет upload фотографии. Эти белые поля мы уберем, и вот примерно будет выглядеть таким образом. Ну, это удобно, и вам будет более понятно, что происходит. Хорошо. Следующее улучшение, которое идут на сайте в связи с возможным крахом Ютуба, либо с невозможным крахом Ютуба, я не знаю, но прокатились новости в свое время, что Ютуб в России могут закрыть. Это связано с какими-то законами, как всегда, вы живете в России, может произойти что угодно. И мне многие говорят, да нет, это невозможно, Ютуб не прикроет. Ну, возможно, я им верю, и Ютуб не прикроет, но вы живете в России, здесь может произойти что угодно. То есть полгода мы сидели без вебмани, по сути. И вебмани было заблокировано, и деньги оттуда было не вывезти. То есть можно было вывезти, потеряв, наверное, половину суммы, которая у вас там была. Хорошо, у меня на то время там было не особо много денег, но мы все посидели без вебмани, и сейчас довольно геморно из него выводить. Так что в России может случиться что угодно. Ютуб, наверное, не закроет, но годик, либо полгода мы посидим без Ютуба. Поэтому принято было решение весь материал перенести на сайт. То есть помимо Ютуба перенести на сайт. А что значит? Это значит, что перейдя под любой урок, это довольно большая работа. Я думаю, что займет у меня примерно месяц. Но вот несколько разделов на сайте я уже сделал. То есть перейдя под любой урок, вы можете открыть материалы к этому уроку. Это те материалы, на которые я ссылался в данном уроке. То есть если что-то случится с Ютубом, и там показ роликов, и самого домена его имени будет невозможен, то все остается на сайте. Переключить ролики на автономный показ на сайте мне ничего не стоит. Это два клика мышки. На этот случай я готов. А вот материалы, если что, были не синхронизированы, потому что сайт развивается, я не могу успеть сделать все сразу. Поэтому материалы не были перенесены, они были только под роликом на Ютубе. Теперь в этом нет необходимости. Все материалы представлены на сайте. Просто разворачивайте. И у меня сделан уже раздел по созданию 2D-игр на JavaScript. И создан первый раздел по созданию персонажа. Например, мы переходим на этот урок. И на какие материалы я в нем ссылался? На самом деле урок довольно старый, но он все равно актуальный, потому что это база работы в программе. И на материалы я, в принципе, в этом уроке не ссылался. Ну, нет материалов и для скачки, и нет материалов, на которые я бы мог ссылаться. Поэтому, так как я смотрел свежим взглядом на эти уроки, я посмотрел, какие же уроки нужно также посмотреть, чтобы дополнить этот материал, который был здесь. То есть можно посмотреть на замену инструментов, потому что сейчас я работаю с другими. Можно посмотреть на новый урок по созданию костяных персонажей. И, в общем, указана вся связка уроков, которые я хотел бы, чтобы вы посмотрели вместе с этим уроком. Даже если я на что-то не ссылался. Если я на что-то ссылался, естественно, там конкретно указаны материалы для скачивания. Это происходит с диском моего сайта. Очень удобно происходит. То есть переход по сайту здесь, опять же, очень удобен. Например, новый урок по созданию костяных персонажей. И, опять же, вы попадаете по уровню, где находится урок. Вам теперь не надо прыгать с сайта на YouTube, с YouTube на сайт и обратно, чтобы что-то там скачать. Вы открыли материалы и смотрите, какие материалы прилагаются к этому уроку. Например, к созданию игры прилагается движок, который был использован в каждом уроке. Вот, например, движок. Движок можно скачать вот таким вот образом. Файл скачивает спокойно. Потом загрузчик будет немножко изменен, но скачивание изменится. Хорошо, это что касается улучшений, которые происходят. Я не знаю, действительно, что будет с YouTube, но на всякий случай стоит подстраховаться. И, если что, все сделать просто автономно на сайте. Потому что сайт растет, он неплохо развивается. И я думаю, что если что-то и произойдет, то аудитория не потеряется и сможет спокойно смотреть весь материал и сайт. То есть, неважно, где буду жить я, в основном аудитория, для которой я преподаю, это Россия, ну и страны, которые говорят на русском. Поэтому, если что, все, на сайте. И сейчас же опять пройдет месяц, вы можете, если вы не видите каких-то материалов под роликами на YouTube, у меня, к сожалению, нет сил перебрать весь материал и на YouTube, и на сайте. Поэтому я полностью делаю все автономным на сайте. То есть, я сверяюсь с тем, что на YouTube, я там немножко дополняю этот материал, но некоторые ссылки с YouTube на сайт не проходят, из-за того, что они длинные, из-за того, что формат немножко не тот. Ссылки 3-4, не больше. Но все будет автономно на сайте. Так что переходите на сайт, раскрывайте здесь материалы, смотрите, какие есть связанные уроки, на какие материалы. Если у вас полные материалы будут указаны только на сайте. На YouTube только частичные указания материалов. Ну, естественно, все файлы для скачивания там указаны, я вроде ничего не забывал. Если что-то забыл, напоминайте. Итак, презентация нового раздела – это наша команда. Ну, давайте познакомимся с нашей командой и завершим на этом. Ну, обо мне уже все понятно, можно будет почитать, раскрыть список и посмотреть. Такие услуги я предлагаю. Затем программист. С программистом мы познакомились очень давно. На заре, когда выходили в интернет еще по моделам таким жужжащим коробочкам и познакомились с ним на радиотехническом форуме. Я там собирал ламповый усилитель, и у меня были какие-то вопросы по сборке ламповых усилителей. Можете связаться с ним, заказать какие-то услуги. Все написано. Почитайте. Не буду пересказывать. Итак, второй администратор сайта. Знакомый с ним полтора-два года. Заменяет меня на форуме, на сайте заменяет, когда нету. И отвечает на ваши вопросы, модерирует форум, прекрасно знает программу. Нема Студия Про. Так что во всем вам поможет. Обращайтесь, когда меня нет на месте. Редактор текстов с грамотностью у меня не очень хорошо, и троять на это время я не хочу, поэтому у меня есть редактор текстов, редактирует некоторые материалы на сайте. Также можно связаться. Очень крутой переводчик, на самом деле, психолог, переводчик-психолог. Обращайтесь. И юрист. Юрист появился в нашей команде довольно недавно, примерно полгода, либо год назад. И с ним мы уже реализовали несколько интересных проектов, и сейчас как раз работаем над одним из проектов в Мосгорсуде. Тоже очень качественно ведет работу, и те услуги, которые он оказывает, вот можно почитать о нем. Те услуги, которые он оказывает, очень качественные. То есть написание документов, то есть я в юридическом почти ничего не соображаю, но те тексты, которые он пишет и заполняет всякие анкетки, материалы, это очень круто, поэтому обращайтесь, поможет. И пока человек не сознался, еще только набирает опыт, цены у него довольно низкие. Но на самом деле ту работу, которую он выполняет, ему может платить гораздо больше. Так что обращайтесь. И последний, последняя часть моего сайта – это робот. Это будущий искусственный интеллект, он потихоньку обучается, и в дальнейшем он будет на сайте отвечать на самые простые ваши вопросы, а потом и на самые простые, когда научится их различать. Пока он работает над синхронизацией ВК с сайтом, публикацией ВК и с сайтом. Все его задачи. Но скоро он будет научиться отвечать и на простейшие ваши вопросы. Вот такая наша команда. Можете о нас почитать, обратиться за какими-то услугами. И еще один раздел, который будет подредактирован на сайте для удобства пользования – это курсы. В курсах будет в дальнейшем 4 раздела. Это персонажная анимация, то есть анимация, связанная с персонажами и все, что связано с персонажами. Объектная анимация – это какие-то сцены, персонажи, но не человек. Вот, например, в данном случае колеса. Колеса поезда – это объектная анимация. То есть отделение будет по курсам, чтобы вам было проще найти. Затем будет третий раздел – программируемая анимация. Возможно, курсы будут не только от меня, но и от программиста, который в нашей команде. И третий раздел будет, четвертый раздел будет – готовые файлы и проекты. Это будут какие-то реализованные маленькие файлы и проекты в программе Anima Studio Pro, либо в каких-то других проектах от меня, либо от других людей на базе моего сайта. Как вы знаете, я давал объявление, что можно будет размещать свои файлы и реализовывать продукцию. Вот, в этом разделе. Ну что ж, друзья, на этом я завершаю эту презентацию. Как видите, проект активно растет и развивается. Я думаю, что мы не будем с вами встречаться, когда на сайте наберется 3000 человек. Нет смысла. Давайте с вами встретимся, когда наберем 10 тысяч человек и поговорим о новых получениях, которые будут связаны с таким большим количеством людей. Потому что такое большое количество людей, оно грозит тем, что на сайте ведь есть личные сообщения, диалоги, общение. И все это ведет к алгоритмам написания других алгоритмов решения данных задач. Потому что нагрузка на сервер возрастает, вам надо постоянно общаться, делиться какими-то материалами. Поэтому, скорее всего, вылезут какие-то новые обновления, связанные с тем, что вы посоветуете что-то улучшить на сайте. Мы подумаем о том, что можно что-то улучшить на сайте. И, я думаю, встретимся и поговорим еще об этом в следующий раз, когда наберем 10 тысяч человек, например. Ну что ж, друзья, до встречи в новых роликах. Пока.